Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лис, и сегодня уже вроде как 4 января. Надеюсь, уже все отошли от новогодних праздников, и это первое, с чем бы я хотел вас поздравить. С новым 2017 годом вас! Желаю вам счастья, здоровья, удачи, ну и прочей банальчины, чего еще надо-то. Также на нашем канале уже 2000 подписчиков. Да, спасибо вам огромное за то, что вы со мной, ведь за последние 3 месяца количество подписчиков насросло втрое, и это прекрасно. Я дорожу каждым из вас и стараюсь совершить свой контент. Так, а теперь о серьезном. По поводу контента. Новый год, как говорится, во время чудес, мне пришло несколько идей по поводу обновления контента. И сейчас мне понадобится максимальная ваша активность в виде комментариев, лайков, поддержки, ну и так далее. Также обязательно вступите в группу ВК нашего канала, там будет просто куча опросов по поводу обновления контента, и ссылочка на эту группу будет в описании. Так, а что там с идеями? Что-то я отвлекся. Так, да, первая идея. Я хочу открыть новую рубрику, но даже не знаю, как ее назвать. Да, это я. Ее тема заключается, скажем так, в разрушении мифов ВК. Как вы все знаете, в интернете очень много дезинформации, а особенно много ее в соцсетях. Также в эту рубрику войдет проверка лайфхаков. Тут же мне потребуется ваша помощь. Во-первых, это название. Я не могу придумать какое-либо говорящее и оригинальное название. Единственное, что приходит мне в голову, так это что-нибудь вроде «разрушитель», в скобочках, да, или «Д» с маленькими буковками и «Инфа» большими. Ну или что-то в этом вроде, можно еще типа «просветитель». Так что я надеюсь на вашу помощь. Сегодня же я запущу опрос в группе ВК, какое название лучше выбрать. В нем будут все перечисленные варианты, возможно что-нибудь я еще додумаю, но вы можете предложить свой вариант. Второй вопрос по данной рубрике, стоит ли вообще ее заводить. Полагается, что разрушение мифов ВК будет происходить в старом стиле, то есть мой голос и поверх слайд-шоу. Но единственное отличие от предыдущих видео, это более разговорный стиль речи. А проверка лайфхаков будет произведеться, скажем так, в лайф-стиле, то есть как сейчас, запись камеры. А что касается остальных рубрик, думаю, как вы уже поняли, Новый год прошел, значит новогодний контент уже не востребован, значит все, до свидули. Я закрываю эту рубрику. И откроется она вновь ближе к 2018 году, за 2-3 месяца до него. Что касается топиков по поводу интересных, шокирующих тем, также рубрика о здоровье, я их буду дальше совершенствовать и развивать. Единственное, что потерпит изменения, так это рубрика «Мистерисплей». В первое время я вообще хотел ее закрыть, но потом подумал, может быть снимать обзоры прохождения на андроид-приложения. По этому поводу тоже нужно будет размышлять. И если вы заинтересованы андроид-приложениями, или считаете, что этой рубрике имеет место быть, напишите об этом в комментариях. Также, опять же, будет создан опрос в моей группе ВК по этому поводу. Что касается часы выпуска роликов, я даже не знаю, скорее всего. Мой норматив – это одно видео в неделю. Скорее всего, так и будет. Но я буду стараться выпускать два ролика в неделю. И все это из-за того, что сейчас я очень сильно нагружен предстоящими ЕГЭ, тренировками и прочей бурдой, необходимой мне в жизни. Ну и на этом все, дорогие друзья. Надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, на ваши комментарии. Ну и самое главное – на участие в вопросах. Повторюсь, ссылочка на группу ВК будет в описании. А с вами был Мистер Близ. Всем удачи, всем пока. Пока.